Кыргызстан и Иран подписали программу 10-летнего сотрудничества. Это важный документ, который определяет конкретные контуры двустороннего взаимодействия. Своего рода дорожная карта. Подписание этого документа в экспертных кругах называют главным итогом визита иранского президента Хасана Рухани в Кыргызстан. Освобожденный от международных санкций Тегеран готов наращивать сотрудничество со всеми странами региона. С Кыргызстаном в особенности. Канад Канеметов продолжит тему. Алмазбик Атамбаева и Хасана Рухани связывают не только деловые, но и теплые человеческие отношения. И наверняка о Кыргызстане у иранского президента остались хорошие впечатления. Первая страна, которую он посетил в качестве президента, был Кыргызстан три года назад. Алмазбик Атамбаев год назад посетил с визитом Тегеран. Встречали его тогда на самом высоком уровне. Была красивая церемония встречи, оркестр. Бишкек в долгу не остался. Хасана Рухани тоже встречали по протоколу государственного визита, использовав весь арсенал дипломатического гостеприимства. Алмазбик Атамбаев и Хасан Рухани сначала провели обстоятельные переговоры в узком составе. Наверняка уточнили последние детали. Прессу, как правило, пускают на такие заседания только на несколько минут. Уважаемый господин президент, я рад вашему приезду. Разрешите мне еще раз вас приветствовать на нашей земле. И я рад возможности обсудить с вами всторонние вопросы. Также, конечно же, вопросы региональной безопасности, экономического развития региона. На заседании в расширенном составе стали известны подробности переговоров за закрытыми дверями. Итак, Иран, свободный от западных санкций, готов наверстывать упущенное. Тегерану, как и Бишкеку, интересна в первую очередь сфера экономики. Мы договорились, что надо активизировать торгово-экономическое сотрудничество. Мы дали поручение министрам иностранных дел в течение месяца внести предложение по облегчению визового режима. Хасан Рухани в будущем видит, что визовый режим между Кыргызстаном и Ираном вовсе отменят, но не сразу, а поэтапно. Это, как считает иранский лидер, приведет к более тесному сближению бизнесменов двух стран. Кыргызстан весьма интересен Ирану и как член крупного интеграционного объединения. Были обсуждены вопросы тарифов в преференции в сфере торговли, особенно принимая во внимание то, что Кыргызская республика является членом ЕС. Иран намеревается сблизить отношения с данным союзом и добиться свободной торговли с ЕС. 26 декабря на заседании ЕС я выражаю надежду, что этот вопрос будет обсужден. Атамбаев поддерживает стремление Ирана использовать площадку ЕС для взаимовыгодной торговли. В Кыргызстане либеральное законодательство по части налогов, ну и государство обеспечивает более лучшую защиту инвестиций. Командар Ухани это наверняка учитывает. Нам также следует поддерживать средний и малый бизнес и в полной мере использовать возможности и преимущества, исходящие от членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. И здесь, кроме того, иранские инвесторы могли через создание совместных предприятий на территории Кыргызстана использовать и тот режим преференциальный, который мы имеем с Европой. Кыргызстан имеет особый режим с Европой. Иран после снятия санкций разморозил колоссальные средства. Речь идет о десятках миллиардов долларов. Эти деньги Тегеран пытается использовать по максимуму, инвестируя по всему миру. Иранцам интересно развитие межбанковских связей, строительство железной дороги, которая будет проходить через Кыргызстан. Мы заинтересованы в строительстве железной дороги, которая соединит Китай со странами Персидского залива. Сегодня мы серьезно настроены на то, чтобы наши вопросы в транзитной сфере активно обсуждались. Итак, какие сферы экономики интересует Кыргызстан? Их много, но все они идут в унисон намерениям иранской стороны. Мы также заинтересованы в налаживании сотрудничества в сфере сельского хозяйства, перерабатывающей, легкой промышленности, а также в области транспорта и коммуникации. И, конечно же, нам необходимо открытие прямого авиарейса между двумя странами. И здесь мы надеемся, что в течение месяца Министерство иностранных дел внесут нам предложение по облегчению визового режима между бизнесом двух стран, между туристическими группами. И это сразу бы ускорило открытие прямого авиарейса. Год назад в Иране президенты договаривались о том, что нужна некая дорожная карта. Необходимо было определить конкретные приоритеты двустороннего сотрудничества. Специалисты весь этот год трудились над этим документом. И вот результат. Программа иранно-кыргызского сотрудничества, рассчитанная на десятилетний период, одобрена сторонами и подписана. Также Кыргызстан и Иран договорились совместно бороться с незаконным оборотом наркотиков, работать вместе и тесно взаимодействовать условились медицинские и социальные ведомства. Меморандум о взаимопонимании подписан между Комитетом информационных технологий и связи Кыргызстана и Иранским министерством информационных технологий. Одобрена и трехлетняя программа культурного обмена. По итогам встреч президенты сделали совместное заявление, а Тамбаев дал понять, что тоже заинтересован в развитии транспортных узлов и в первую очередь в строительстве железной дороги, которая свяжет Иран с Кыргызстаном. Выражен также совместный интерес к строительству железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран. Это, могу добавить, также будет одной из главных тем во время моих предстоящих визитов в Узбекистан и в Китайскую Народную Республику. Уважаемые дамы и господа, визит господина Раухани в Кыргызстан открывает новую страницу в истории кыргызско-иранских отношений. И я думаю, это такой этап, который был необходим. Это переломный этап, после которого, я надеюсь, уже к концу следующего года, мы увидим активизацию отношений и рост товарооборота между странами. После того, как Москва не смогла выполнить свои обязательства по строительству гидроэлектростанций в Кыргызстане, иранцы выражают готовность инвестировать в наш энергосектор. Мы намерены сотрудничать по всем направлениям. Тегеран готов помочь вам построить и ГЭС, и плотины, и дороги. Кыргызская сторона заинтересована в участии иранской стороны в проектах по строительству ГЭС на территории Кыргызстана. И уважаемый господин президент обещал дать задание конкретной иранской фирме рассмотреть этот вопрос. Рухани подчеркнул, что Иран ценит, что Кыргызстан ведет самостоятельную политику. Это для него важно. Важна для него и умеренная религиозная политика. Обе страны не приемлют терроризм и экстремизм. Итак, какие итоги можно подвести? Самое главное, по мнению экспертов, принята программа десятилетнего сотрудничества, которая словно компас будет помогать партнерам идти по правильному пути. Атамбаев поблагодарил Рухани за участие спортсменов из Ирана во всемирных играх-качевников. К этому событию в Тегеране тогда отнеслись со всей серьезностью. Канад Канеметов, Бактур Сындвюшенбеков, Улан Сатиев, Общественный Первый канал.